Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и крупнейшие банки мира покупают биткоин. Это топ-3 самых крупных банка Соединенных Штатов Америки. Это просто взрывает мозг. В этом видео позволь доказать тебе, что эти крупнейшие финансовые монстры говорят одно, а делают другое. Не забудь передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайк коин. Это очень помогает каналу. За последнюю неделю он просто взрывается и показывает какую-то нереальную статистику. 200 тысяч просмотров за один день. Что вообще происходит? Спасибо большое за такую поддержку. Мне очень-очень приятно, ведь я вкладываю в этот канал все свое время и все свои усилия. Генеральный директор JP Morgan, Джейми Даймон, по-прежнему утверждает, что биткоин – это децентрализованная финансовая пирамида. Обычная схема Понция. Его негативное отношение к биткоину только усилилось, но одновременно с этим его банк инвестирует в биткоин через спотовый биткоин ETF. Я даже не понимаю этого. Неужели они думают, что такое может остаться в секрете? Мы же видим это в коде. Люди обнаружили, что они действительно покупают биткоин через спотовый биткоин ETF. Итак, у нас есть Джейми Даймон, один из самых больших медведей биткоина. Он уже давно говорит о биткоине только негативные вещи, но все же его банк теперь инвестирует в спотовые биткоин ETF. И, кстати говоря, этот же банк в преддверии запуска спотовых биткоин ETF в США говорил, что их запуск провалится и они не будут успешными. А теперь он сам в них инвестирует. Джейпи Морган даже предложил своим клиентам биткоин услуги, торговля криптовалютами, хранение криптовалют, консультации по инвестициям в криптовалюты и так далее. Их финансовое подразделение предлагает биткоин и спотовые биткоин ETF для своих богатых клиентов. Также они теперь являются одним из партнеров BlackRock. Я имею в виду, что они настолько вникли в биткоин сервисы, что теперь даже инвестируют в биткоин. И все же Джейми Даймон продолжает разыгрывать этот фарс. 19 апреля 2024 он заявил это. Всего 5 дней назад. Мой банк никогда не будет с этим связываться, говорит Джейми Даймон. Мы никогда не купим биткоин, я запрещаю клиентам покупать криптовалюту и бла-бла-бла. Опять же, они говорят одно, а на самом деле делают совсем другое. Так что не позволяй обманывать себя. Почему Джейми Даймон должен любить биткоин? Потому что биткоин это будущее, а Джей Пи Морган это величайший банк в Соединенных Штатах. И если он хочет оставаться величайшим банком, то он должен поддерживать будущее активов. Но так делает не только Джей Пи Морган. Стало известно, что банковский гигант, третий по размеру банк в Соединенных Штатах, Wells Fargo, также инвестировал в спотовый биткоин ETF. Все эти крупные банки покупают биткоин, но одновременно с этим говорят, что это понцы схема. Да, краткосрочные розничные инвесторы, читая такие заявления о том, что биткоин это финансовая пирамида от таких уважаемых людей, как Джейми Даймон, боятся. Они задаются вопросом о том, а достигли ли мы пика цены, или может быть начал сами движи рынок, или возможно биткоин действительно пирамида. Эти же крупные ребята, Джей Пи Морган, Wells Fargo, они не волнуются об этом. Они просто покупают биткоин за кулисами. Они знают, что покупают на многие годы, поэтому их не волнует возможное падение на краткосрочной дистанции, даже до 20 тысяч долларов. Мы должны следить за тем, что они делают, потому что они что-то планируют. Они не покупают просто потому, что давай попробуем, авось прокатит. Нет, у них всегда есть план. UBS Group – это крупнейший швейцарский финансовый холдинг с активами на сумму 1,7 триллиона долларов. Угадай что? Он тоже инвестировал в биткоин через спотовый биткоин ETF. Похоже, все они испытывают страх упустить эту возможность, особенно видя, как микростратегия и ее акции показали себя за последние 4 года. И даже Сальвадор себя показал. Только микростратегия начала инвестировать годы назад и раскрыла это абсолютно добровольно. Сейчас же у нас есть спотовый биткоин ETF и обязанность компаний отчитываться перед сек о своих покупках. Именно так мы начинаем видеть то, что они действительно думают, а не то, что они говорят. А они покупают. Теперь это не скрыть. В биткоин теперь инвестировали такие крупные банки, как JP Morgan, Wells Fargo, PNC Bank, BNB Paribas, BNI Mellon, а также UBS Group. Крупные управляющие активами тоже инвестируют в биткоин BlackRock, ArkInvest, VanEck. С помощью спотовых биткоин ETF в биткоин уже инвестировали почти тысячи компаний. И это происходит не только на западе. Восток тоже включается в эту гонку. Думаю, в скором времени мы услышим о восточных компаниях и банках, которые также инвестируют в биткоин. Или же, например, запустили собственные биткоин ETF в своих государствах. В Гонконге прошла конференция Bitcoin Asia, и она на 50% состояла из представителей материкового Китая. Это означает, что материковый Китай проявляет к этой теме большой интерес. Также компании, которые уже запустили спотовые биткоины ETF в Гонконге, усиленно работают над тем, чтобы получить разрешение на торговлю на материковом Китае. Очевидно же, что однажды это случится, и материковый Китай сможет инвестировать в спотовые биткоины ETF. Биткоин находится в стадии консолидации уже почти 80 дней. И что самое интересное на протяжении всего этого времени, мы наблюдали очень интересную тенденцию. Мы видим перемещение монет из западных стран в азиатские. Это означает, что Азия накапливает прямо сейчас и в свое время собирается взорвать биткоин. Японская компания MetaPlanet пошла еще дальше. Она опубликовала официальный документ по своей биткоин-стратегии, в котором фактически обозначила биткоин резервной валютой своего корпоративного казначейства. Умный ход с учетом текущего курса и иены. Мы уже не раз говорили о том, что большие проблемы национальных валют, особенно гиперинфляция и девальвация, приводят к росту популярности биткоина в таких странах. И кажется, этой компании MetaPlanet не нравится нестабильность японской иены. Посмотри, как растет доллар по отношению к ней. Именно поэтому они обращаются к биткоину. Но что еще забавнее, в отношении Джей Пи Морган, несмотря на то, что Джейми Даймон все еще настроен так негативно по отношению к криптовалютам, его банк опубликовал вот это. Джей Пи Морган говорит, что даже судебный иск SEC против Робин Гуда не является препятствием для возможного запуска спотового эфириум ETF в США. Так что даже Джей Пи Морган очень побычи смотрит на эфириум. Невероятно. Они говорят, не обращайте внимания на этот FAT, все нормально. Эфириум ETF будет, несмотря ни на что. Не знаю, как у них получается одновременно транслировать разные взгляды на криптовалюту. То это финансовая пирамида, то это не обращайте внимания на FAT, все будет хорошо, эфир будет расти и спотовый эфириум ETF будет принят. Я вижу, что многие воспринимают эту новость негативно. ARK Invest и 21Shares убрали стейкинг из своих заявок на запуск спотовых эфириум ETF в США. На самом деле в этом ничего страшного нет. Гэри Гэнслер и SEC считают, что стейкинг сделает эфириум ценной бумагой. Поэтому управляющие активами просто устраняют свои ошибки из заявок. Без стейкинга в заявках утверждение спотового эфириум ETF в США выглядит гораздо более вероятным событием. А затем, уже после одобрения, можно будет внедрять уже и стейкинг. Возможно, мы увидим спотовый ETF на эфир в конце этого года. В этом плане Гонконг уже лидирует, а США уже догоняет. Итак, крупнейшие банки мира покупают биткоин. Точно так же, как и киты. Киты накопили биткоинов приблизительно на 1 миллиард долларов. Во время этой стагнации цены. Если ты пережил предыдущие циклы, ты знаешь, что это нормальное поведение. Большие ребята не будут покупать на росте, только на падении. Но нужно отметить, что в прошлых циклах биткоин был гораздо слабее, показывая коррекции минимум 40%. В этом же цикле самая большая коррекция на данный момент составляет всего 23%. Это очень скромно по сравнению с предыдущим циклом. И крупные инвесторы, киты, институты и банки знают это. Время накапливать наступает, когда цена падает. Время продавать наступает, когда цена растет. Посмотри, в 2016 году вот здесь, в той же фазе, в которой мы находимся сейчас, мы наблюдали стагнацию цены биткоина вот здесь после халвинга. А затем она закончилась стремительным проливом вниз. До вот этого уровня сопротивления предыдущего коридора накопления. Если мы повторим такое движение сейчас, то сценарий для биткоина может быть похожим. Мы можем коснуться большим проливом вниз вот этой линии сопротивления предыдущего коридора накопления. Это около 45 тысяч долларов. Многим будет страшно в этот момент. Но это будет просто нереальной возможностью, такой же, как вот здесь, купить биткоин за 390 долларов. За 490 долларов на верхней границе этого коридора. Люди, которые боялись вот этого стремительного падения вот здесь, в 2016 году, пропустили эту возможность. И, скорее всего, купили уже после вот этого роста на окончательных пиках цикла, когда биткоин достигал 20 тысяч долларов. Этот большой и, самое главное, стремительный пролив, который может произойти. Это один из инструментов выбить как можно больше людей из рынка и заставить их потом купить уже на стремительном росте, ближе к пикам. Вторым инструментом является не стремительное падение цены, а длительная стагнация цены. Так сделали, например, вот здесь. Вот эта стагнация цены в этом коридоре длилась 500 дней. Неудивительно, что люди уже где-то вот здесь начали выходить из биткоина, выходить из рынка и пытаться забыть это как страшный сон. Они не купили вот это дно, они купили уже где-то вот здесь, когда цена выросла. Приблизительно такой же сценарий может ожидать нас и сейчас. Так что будь терпеливым, исполняй план, выкупай 40% проливы или покупай каждый месяц на фиксированную сумму. На длинной дистанции эти стратегии сохранят тебе нервы и приумножат твое состояние. Не финансовый совет, естественно. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Я пойду спасаться от землетрясения. И если я буду успешен в этом, то увидимся в новых видео. До скорого. 12 сентября Джеймс Даймон сказал, что биткоин — это мошенничество. Он заявил, что уволит любого трейдера в своем банке, который будет торговать криптовалютами. Цена биткоина упала на 24%. Когда Джеймс Даймон говорит, люди слушают. А потом мы узнаем, что самым большим покупателем биткоина в Европе оказались Морган Стэнли и Джи Пи Морган. К тому же еще и незаконно. Он сказал, что это мошенничество, и в то же время его компания покупает биткоин? Это так... так неэтично? КОНЕЦ